привет ребят мы продолжаем эту тему катастрофа бронзового века что случилось что случилось почему эти все описания этой катастрофы просто вообще это какие-то описания нападения зомби какого-то апокалиптичного фильма потому что нападение первое нападение от этого людей моря которые вообще там откуда-то приплыли сражались самыми лучшими войсками вообще которые существовали в то время гибли и отправлялись там дальше в освоясь и куда-то происходили на пятом году минхотепа и известный самый описанный это в 1177 году нашей не нашей эры на восьмом году правления рамзеса вот и вот в этом храме существует стена на которой это описывается вот этот вот сам процесс когда фараон отбивает значит от себя там орды людей с моря в общем какие-то орды людей которые лезут там вот фараон то отбил ребят остальные это не отбили и люди моря там ломанулись и остальным всем пришел какой-то огромный а говори звездец вот и вот так на эти так обращались с этими пленными там взяли куча противники какие-то волосы хайры какие-то гляньте как какие-то эти море панки просто какие-то вообще какие-то с бородками панки с бородками смотрите вот их ведут сейчас там на казнь или куда я не знаю куда их там египтяне уводили вот большая такая стела на которой в эти все описаны кровавые подробности общем вот это сражение причем фараон тут практически один там застрелил чуть ли не все по очень известная традиция одного народа общем чуть-чуть там перевирать сюда вот и и вот рамзес пишет там есть описан там что пишет рамзес дал пишут что эти страны далекие какие-то странные в общем зарубежные страны сделали конспирацию за моими спину чтобы напасть общем на наши острова вот и они приходят из хали аквари какие-то карма мечи арзавара кто название ребята которые вообще понять откуда кто это такие почему эти все названия пелесет джекер мы не знаем что это вообще на самом деле не знаю откуда они пришли люди не знают есть там какие-то теории вот и потом рамзес пишут что все я там сравнял их землю общем всех этих там си пипл которые приехали оттуда и оттуда им обед все забыли общем их нету вот вот так вот их вели вот эти ребята что это за рожи вообще это какие-то панки смотрите вот это стоит это что это такое вообще что это за период времени когда люди просто превращаются в животных в этот период времени люди становятся животными люди прячутся от людей каннибализм развалены все государственные учреждения все пути торговли потеряна потеряна вообще вся технология мы забыли как читать и писать на 800 лет вот кто это такие описанные шардана шекелеш джекер день день вещь пелесет но пересет ладно то может быть там палестина еще какая-то даб сардана сардиния может быть а кто вот эти люди вообще там может быть из греции может где-то трой никто толком ничего не знает в этом же монументе содержатся рисунки и нашествие суши нашествие суши которая вдруг показывает людей которые ехали как бы нашествие делать вот не на каких-то там как-то тачанках расточанках вот а на таких обычных обозах на которые люди перевозят все свое добро вообще это просто люди которые приехали беженцы откуда-то откуда-то приехали беженцы в это в этот район их там безжалостно мочили за это понимать считая их там инвейдерами всякими но они сопротивляют что происходило в этот период времени что-то огромное просто количество людей ребята бросали все что-то и куда-то убегали потому что находится огромное количество кладов люди и люди не возвратились за ними вот же в чем дело глобальное вот это вот соединение всех цивилизации доставки там угля металлов работала и работала и работала после того как там вот это карпатское месторождение там закончилась чуть-чуть меч стали добывать вот здесь вот на сардинии дали как называется а свинец добывали в афганистане вот в тех районах где добывают ляпис лазурь вот кстати да там же добывают и вот есть описание допустим найдены таблички вот этого города марии он сейчас разрушен по метод него ничего не осталось в то время вот как раз в катастрофу бронзовека он был развален вообще совершенно и вот он находится вот здесь ребят если вы посмотрите очень стратегическое такое место здесь были раз-два-три чем цивилизация это был такой место довольно большое административное вот в этом в этих вот разветвленных дорогах различные там посылочных сервисов в общем всякое вот существует найденные вот эти там клинописи в которых описываются доставленные товары какие нигде куда кем заказаны значит кем они доставлены посмотрите качество этих товаров там ляпис который в афганистане сделан доставляется там в греции находится да вот эти цивилизации то они там такие то так они называются вот так тут хит хитая кто тут был так и непонятно ребята до сих пор так вот поздний гречен поздний этот вот период бронзового века характеризуется удивительными просто качеством бронзовых изделий различные устоявшиеся уже тысячелетиями письмена которые там люди переписываются раздают передают вот и вот есть письмо в котором одна пара значит ботиночек которые кафо стиля греческого который значит из короля вавилона возвращается потому что не подошло это не подошли там какие-то карте 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 но нянский стиль значит обувь им не подошла и они их обратно возвращают ребята посылочный сервис в это время существует вы представляете насколько там вообще люди делают заказы такие амазоны хопверу не понравилось возвратил туру туру ту люди две тысячи лет до этого там существует вообще в мире согласен и вдруг всему тут приходит ангдец приходит настолько жестокий звездец говорить вот что люди перестают читать и писать вообще вы понимаете что случилось что случилось есть описание что с была какая-то засуха очень серьезная голод какой-то вот эти вот люди которые вдруг нахлынули как зомби сюда и землетрясение что случилось вот и говорить о том что что случилось мы сейчас будем дальше вместе с вами и сборить давайте